Прошедший 2014 год был богат на события. Подводя его итоги, наши корреспонденты напомнят о самых главных. Безусловно, ключевым из них стало послание президента с программой новой экономической политики Нурлы Жол. Она определила перспективы развития страны на ближайшее время. А с сегодняшнего дня вступил в силу договор о создании экономического союза Казахстана, России и Беларуси. Со 2 января полноправным членом объединения станет и Армения. То есть таможенная тройка превратится в евразийскую четверку. Ожидается, что в мае к участникам объединения присоединится Кыргызстан. Какие именно перемены придут с Евразийским экономическим союзом, выясняла Назия Туякова. 1 января 2015 года. Историческая, по сути, дата вступления в силу Евразийского экономического союза. Нового торгового игрока на мировой арене с огромным потенциалом развития и роста национальных экономик стран-участниц. И это событие также эпохального рода. Президенты Назарбаев, Путин и Лукашенко подписывают договор о создании ЕС. С тех пор прошел уже больше полугода, а эксперты в этих государствах не устают подсчитывать прибыль от создания эконом-блока. Новое экономическое объединение будет занимать первое место в мире по добыче природного газа и нефти, четвертое по объему извлекаемого угля и пятое по добыче железной руды. Территория стран ЕС крупнейшая на планете. По объему ВВП Альян занимает шестое место. По численности населения – восьмое. Эксперты говорят, население Евразийского экономического союза близится к отметке в 200 миллионов человек. А именно, рынок свыше 2 триллионов долларов и таким количеством населения является той минимальной нижней планкой, необходимой для создания собственного регионального экономического кластера. В рамках которого становится выгодно чисто с экономической точки зрения строить сложные кооперационные сети и выпускать высокотехнологичную продукцию в больших объемах. И что немаловажно, для простых жителей упростится порядок передвижения и регулирования рабочей силы. То есть, по сути, граждане стран-участниц получат равные права с местными работниками. Конкуренцию на рынке никто не отменял. А конкуренция – это дает в конечном счете понижение стоимости товаров и услуг. Есть возможность ускоренного развития среднего и малого бизнеса. И крупные компании также нуждаются в большом рынке. Есть условия упрощенной, скажем так. Никто на границах не останавливает. Никто не говорит об этом. Вы кто такие и так далее. Известный экономист Рахман Алшанов утверждает, в мире царствует эпоха так называемой убийственной конкуренции. Игрокам торговли становится тесно. Почему Китай развивается столь стремительно? Потому что у него огромный, прежде всего внутренний, рынок потребления в этом и вся суть создания ЕС. Чтобы производить что-то рентабельное, нужен элементарно немалый объем производства. Неоднократно пытались построить шинный завод. Рентабельно, не менее, если миллион шин выпускает. Для Казахстана у нас 3 миллиона машин. Что делать с миллионным шин? Поэтому нужен большой простор. Этот союз, естественно, говорят эксперты, уже в 2011-м с появлением таможенного союза бизнес облегченно вздохнул. Стало проще торговать. С созданием ЕС прогнозируются большие плюсы. Товары в магазинах и супермаркетах подешевеют за счет уменьшения торговых издержек предпринимателей. Кроме того, раз увеличатся объемы рынка, повысится окупаемость новых технологий. Спрос на продукцию станет больше, в разы поднимется и само производство. А раз повышается производительность и уменьшаются издержки, растет средняя зарплата людей. Основная цель вообще социальной политики – это формирование среднего класса. А формирование среднего класса зависит от развития малого-среднего бизнеса. А для расширенного развития малого-среднего бизнеса нужен более широкий рынок, чем рынок Казахстана. И самое главное – национальные экономики станут сильнее. Казахстан по инвестиционной привлекательности уже на первом месте среди партнеров по ЕС. Суммарный ВВП стран Альянса достигает почти трех триллионов долларов. К 2030-му эта цифра должна вырасти еще на один триллион. Назият Уякова, Улан Наренбек, Амаджо Байгазин, Астана, Алматы.